26-й съезд Либерально-демократической партии России начался с политического доклада ее председателя Владимира Жириновского на тему ЛДПР в современном мире. В нем лидер партии объяснял своим соратникам, причем на исторических примерах, ненужность революций и любых других социальных потрясений для российского государства. Нередко речь Владимира Вольфовича прерывалась бурными овациями. Мы поддерживаем, чтобы было много партий, хотя это и создает анархию. У них есть возможность выбрать ЛДПР, и сегодня они ее убирают, потому что это самая откровенная партия, самая честная. Болотная вам ничего плохого про Америку не скажет, ибо там поддержка. Туда ехать надо на отчет, там же получают довольствие, деньги. Коммунистам тяжело на них ориентироваться, это тоже зарубежное влияние. Это опора на Маркса, на марксизм, на всемирное левое движение. Это нельзя сказать, родная наша партия. От ЛДПР это как раз чисто явление русской политической мысли. Мы в 17-м году были бы единственной, единственной политической партией, которая бы не выступила против царя. Все депутаты Царской и Государственной Думы и все партии против царя, долой, долой. Ну что получили? Ушел царь. Расстреляли царя. Что получили? Кромешный акт. Красный террор. Вы должны понимать, в каком положении действует ЛДПР. За партией власти Крелла, самая мощная политическая команда мира. За коммунистами вся левая идеология 150 лет. От Карла Маркса до Зюгана. За другими мафия, зарубежные политические центры и огромные деньги, которые текут день и ночь. Я писал, 23 миллиарда долларов только в 11-м году. В 12-м еще подсчитали. А что за ЛДПР? Вот мы с вами здесь обычные граждане России. И в этом смысле мы в уникальном положении. Мы на уровне с этими партиями находимся на политическом олимпе нашей страны. И будем находиться там столько, сколько этого захотят наши избиратели. И никакие другие силы нас не смогут снять. Мы будем их снимать. Мы. Далее лидер отечественных либерал-демократов перешел к нынешнему времени. По его словам, потрясения в России готовятся за рубежом и на иностранные деньги. Если тогда они в открытую готовили и засылали к нам, то сейчас это делается тайно. Я в Париже видел центр, где тренировали Гайдара. Что они покажут, наши журналисты, этот центр? Что они покажут список, который американская фирма Кроу дала о всех деньгах КПСС и о всех деньгах новых олигархов. Ведь список есть сколько и куда вывезли. Но Гайдар невыгодно было. Ибо в этом списке были все те, кто пришел незаконно к власти в 92-м, 93-м году. Гадар. Новые большевики. Только под другими знаменами. Это нужна идеологическая диверсия. Но не под знаменами либерализма, социализма. А через общественные организации. Назвали их хитро НПО. Неправительственные организации. Создали их тысячи по всей нашей стране. Слова красивые. Демократия, гражданское общество, права человека. И начали проводить оранжевые революции. Народ вышел на улицы. Это вы заплатили, чтобы он вышел на улицу. Народ требует. Вы написали лозунги, чего он требует. Народ приводит к власти честных людей. И мы видим этих честных людей. И в Киргизии, и на Украине, и в Грузии. Прошло короткое время. Погнали и в Киргизии этих честных участников первой оранжевой революции. В Грузии добивают этих честных. Революция Мимоз, как там у нас называлась у них. И Апельсиновая революция в Киеве. Где он? Тимошенко в тюрьме. Юшу-то стыдно появляться где-либо. Далее Владимир Жириновский красочно обрисовал будущее Западной Европы. Вот они пускай поживут в таких условиях. Восемь месяцев зима. Делегаты съезда не могут добраться. На хороших теплых автобусах скорость 30 км в час. И стоят. Ну что это такое? Сегодня, 25 марта, 26 посредством УПР. Несмотря на такие погодные условия, от нас, от Рязанской области, приехало 250 человек. Из них 20 делегатов и остальные приглашенные. Это показывает высокий, во-первых, процент доверия нашему региону. Соответственно, все люди, несмотря на то, что были ужасные погодные условия, буран, снег, все люди в пяти часам утра прибыли на площадь Ленина. И мы на автобусах направились к Москву. Ну, по прибытию, конечно, все немножко замерзли. Но по прибытию все отогрелись, довольные. Сейчас, скажем так, все поели. И, конечно, незабываемые впечатления. Этот съезд оставляет у всех. Все-таки 6 тысяч человек не всегда увидишь. Главный лозунг ЛДПР, по словам Владимира Жириновского, беречь людей. С данным призывом он обратился к собравшимся в зале делегатам съезда, прибывших из разных уголков страны. Наш призыв с высокой трибуны 26-го съезда ЛДПР – это беречь каждого человека, беречь наши идеалы, беречь наших граждан, беречь наших депутатов, беречь народ наш, беречь нашу любимую родину – Россию! Да здравствует Россия! Да здравствует ЛДПР! Да здравствует мир, спокойствие, процветание всех граждан Российской Федерации! Тезисы и идеи, произнесенные Владимиром Жириновским, по словам его однопартийцев, станут планом в их работе на ближайшие годы. Для депутатов Государственной Думы Франции ЛДПР – это, скажем так, сценарий для работы, для дальнейшей работы. Во-первых, мы не только на базе партии, но и фракционно опираемся на социальное обеспечение людей. Вот что сегодня не хватает нашим гражданам? Какие моменты законодательства нужно шлифовать? Куда сделать упор и трубить во все трубы? Вот этим и занимаются депутаты Франции, черпая информацию из региональных отделений партии. Они первичны, они работают на земле, с народом каждый день, каждый час, поэтому их инициатива ложится уже на, проектируется на само законодательство России. В нашей партии стали обращаться даже руководители муниципальных образований с теми проблем, которые у них назрели. И мы, зная те проблемы и зная варианты их решения, которые мы им предлагали раньше, мы сейчас пытаемся их реализовать в жизни, претворить жизнь, помочь простым жителям, руководителям муниципальных образований решить тот груз, проблем, который у них накопился за время их руководства правления. По словам организаторов, нынешний 26-й съезд ЛДПР самый масштабный. Для избрания председателя партии прибыло почти 6 тысяч человек. Приехала в Москву и внушительная рязанская делегация. Я хочу сказать, что Рязанская область представлена 20 делегатами. У нас 250 приглашенных, все приехали на автобусах. И председатель партии в очередной раз обозначил нашу основную идеологию партии. Во-первых, мы говорим о том, что партия ЛДПР является партией умеренно-центристским взглядом. Мы всегда в центре событий. Мы опираемся на широкий слой населения. Мы не отвергаем людей тех или иных социальных, религиозных убеждений, национальных. Мы говорим, что Россия – это наш общий дом. Российская федерация – коренной народ наш и основополагающий русский народ. Поэтому мы всегда будем критиковать действия власти, но при этом не призывать к разрушению государства строя. Тем более, что партия ЛДПР предоставлена практически во всех ветвях власти. И съезд тому подтверждение. Владимир Вольфович Жириновский, он, как всегда, остается лидером партии, остается крепким, сильным, очень умным руководителем. И хотелось бы сказать одно. Побольше бы таких людей, как Владимир Вольфович Жириновский, тогда, наконец-то, наша страна бы восстала, как феникс из пепла, и все бы у нас было хорошо. В итоге на пост председателя партии еще на 4 года, подавляющим большинством голосов делегатов, вновь избран Владимир Жириновский. В своей заключительной речи Владимир Жириновский поблагодарил однопартийцев за поддержку и пообещал приложить все свои силы для укрепления и процветания ЛДПР. Вы все дороги мне. Всех вас уважаю, люблю и прошу и дальше энергично работать на ЛДПР, на себя, на ваш район, город, на страну, на Россию. Спасибо вам всем!